Температура воздуха плюс два, вода на один градус теплее, но даже это не останавливает девятилетнюю Каролину от купания. Однако моржевание и купание в Крещении – вещи разные. Любители поплавать в холодное время года делают это с целью закаливания. То, что происходит в Крещенскую ночь, несет другой посыл. Это не церковное установление, это народная традиция, которая идет из благочестия народа. И поэтому к этому делу нужно приступать благочестиво. Это не какое-то купание, не какое-то соревнование или развлечение, или моржевание. Это есть прикосновение к благодати Божией. Купаться в Крещении – традиция которой уже не одна тысяча лет. О чудотворных свойствах воды в этот день говорят многие эксперты. В это время все говорят, что в воде очень много целебных, волшебных качеств. Как этим не воспользоваться, тем более здесь, при такой замечательной температуре, с северами не сравнить. Поэтому я бы всем посоветовала попробовать. Я думаю, что здесь как раз вот 19-го есть возможность попробовать себя, и вы поймете, что это вполне возможно. Искупаться в ледяной воде стало не только делом веры, но и веянием новой экстремальной моды. А для многодетной семьи, в которой воспитывается 11 приемных детей, это уже традиция. Для нас вода святая каждый день. Да, уже много лет, с 2006 года мы живем в Анапе, и летом много народу, а зимой вся вода только для нас. Я так, как и своя мама, очень сильно люблю купаться, катаюсь на серфе. Мне очень все нравится, я крещена, я этим горжусь. В Москве эта традиция стала массовой в 90-е годы, рассказывает Светлана. Раньше она купалась в Кузьминском пруду при температуре минус 30. Для этого во льду приходилось прорубать ее ордань в форме креста. Морж со стажем раскрывает секрет, как подготовиться к экстремальной нагрузке. Дома перед этим надо немножечко попробовать себя облиться прохладненько, холодненькой водичкой, чтобы так сильно перепада не было. А сразу после купания желательно быстро одеться. На высоком берегу для этого предусмотрен герметичный непродуваемый павильон. Медики предупреждают, купание в холодной воде запрещено детям до трех лет, беременным и людям с заболеваниями органов дыхания, сердца и почек. В этом году крещение Господней будет отмечаться на 13-й день, после Рождества 19 января в субботу. Купаться можно всю неделю, крещенская вода остается святой семь дней. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Руслан Душевский. Анапа. Регион.